украинцы должны простить россиян как народ именно как народ да а тех кто яро выступает и собирается нести в кавычках русский мир я считаю нет почему вот у меня вопрос почему украинцы должны простить россиян как народ ну потому что это же россияне ну то есть как бы россияне и путин они не раздель россияне выбрали путина россияне поддерживают россияне выбрали его политику вот прям вот с радостью готов вам сообщить такую новость для меня радостную я ходил на митинг двадцать первом году в городе москва на манежной площади в поддержку политзаключенных и направленный против властей я не поддерживаю политику пути но тут часть этой политики стал но я стал это не из-за того что я поддерживаю путина у были свои причины у меня меня назвали коллекторы меня уволили с работы меня бросила невеста и прочее 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 ну я слава ты же чувак с характером это видно но можно было как-то по-другому можно было но ты понимаешь очень конечно можно было можно но и я вот так сделал ну я сожалею да что-то хотел сказать и забыл а про про россиян вот путина выбирали не все люди то что там посчитывают голосование думаю вы знаете как посчитать множество роликов есть и на ю тубе и везде как бюллетени подкладывают вот почему общество русской с этим не борется почему не встанут русский я вставал лично за это был осужден ну административная статья заплатил 20 тысяч рублей ты готов дальше встать если я встану меня посадят там потому что второй раз если такая же статья будет все уголовная ответственность а если весь народ станет то уже и некому и некого будет судить в хабаровском крае люди около месяца ходили когда фургала посадили за взятки якобы это фургал это этот главный этот губер губернатор хабаровского края вот они ходили месяц ходили на протестовали вся раз вот я просто воодушевился этим и тоже пошел потому что я считаю русский народ просто знаете вот вот его вот будут долбать 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 а потом когда прям конкретно задолбает вот тогда начнется государственный переворот как это было скажи что-то русский я русский о путине о путине этой системе что ты думаешь я русский человек я люблю свою страну люблю свой народ но я не солидарен и не признаю нынешнюю власть потому что она меня лишила здоровья сделала меня шизофреником пенсии у моей мамы тринадцать с половиной тысяч образование платное детские садики платные все платная еда платная налоги огромные как бы ну путин пришел во власть где конце девяностых да он в каком-то степени конечно многое делал чтобы поднять страну с колен но потом он говорил то что я там не буду держаться за трон там да я там пенсионный возраст вот не подниму а сейчас уже мужики до 65 лет должны работать и много вот это таких вот моментов которые просто вот так вот берут интервью одиннадцатого года путина и интервью вот этого года здесь говорит одно здесь говорит другое и в итоге это все ложь и тут и тут путин диктатор а я бы сказал до диктаторского характера направления то есть те кто с ним не согласен будут наказаны жестоко а может вообще пропадут россия должна стать свободно я считаю что конечно вот я лично я лично стоял на манежной площади кричал свободу россии свободу поле заключенным я стоял с флагом россии у меня брали интервью телеканалы и на агенты телеканал дождь телеканал эхо москвы еще там разные соответственно меня по этим интервью по биометрии как бы по моим данным и узнали направили меня на слушание в щербинский суд города москвы там я подал апелляцию потом хотел обращаться в европейский суд по правам человека но решил это долго все думаю ладно что там небольшой срок